По факту одевание в высокий гир сводится к тому, что вам нужна удача, смекалка и усидчивость. Если вы делаете правильно крафты, у вас все будет замечательно. Если вы много ходите в плюсы, у вас тоже все будет замечательно. Если вы лутаете вещицы с рейдов, то у вас тоже будет все замечательно. Это такой краткий итог от меня. От игрока, который проводит много времени в игре, который кроет ключики, который уже имеет почти 400 гир. На текущий момент мой виклилут выглядит таким образом. Хотелось бы закрыть двадцаточку. Доброго времени суток, дамы и господа. Гиринг, одевание, нужный процесс в вове. Не будем себя обманывать. Чем выше у нас статы, тем больше у нас хп, тем больше у нас урона. Мы можем ходить в более высокие ключи, мы можем покорять более высокие сложности рейда. И пвп активности разные открываются, интересные. Чем выше у нас гир, тем проще фармить голдишку. И вообще гир такая вещь, которая реально открывает двери нам абсолютно в любой контент. Именно об этом мы сегодня поговорим. Именно о гиринге, именно об одевании. Это видео я разделю на три части. Первая часть будет для людей, которые, например, только недавно начали играть в эту игру, которые там только прокачались и хотят одеться, допустим, до, давайте, 375-380 в этом левеле. Считаю, на текущий момент это лоу гир, потому что такой гир можно было взять еще до взятия сезона, до его вообще старта. Далее, вторая часть видео, пожалуй, будет для людей, которые находятся в текущий момент в этом левеле 380-400. То есть, ну, это такой средний итем левел, который уже близок к хорошему, даже назовем его отличному. Потому что на текущий момент 395-400 это прекраснейший итем левел. И если он у вас есть, то значит вы хорошо играете в игру, фармите, и у вас есть какая-то удача, и вы разумно реализовали свои искры искусности ради каких-либо крафтов. Ну, а третья часть видео, наверное, будет актуальна недели через две. Потому что 400-420 итем левел это открытие викли лута, мифик рейды и высокая-высокая активность. Начнем же. Первый этап нашего одевания. Мы апнули 70-й уровень. Надеюсь, цепочка заданий полностью пройдена, цепочка кампании, и открыты локальные задания. Но не стоит спешить делать локальные задания, ведь за них дают тот эквип, который скейлится от нашего максимального итем левела. Объясню проще. Чем выше наш итем левел, тем выше итем левел мы получаем за локальные задания. То есть, для начала нам нужно одеться хотя бы в какие-то самые обычные крафтовые вещицы. Самые обычные крафтовые вещицы можно купить на аукционе. 340-го итем левела примерно стоят недорого, а при этом импакт дадут большой. То есть, примерно в 340-м итем левеле с локалок мы уже будем получать 350-й, 360-й вещицы. Круто? Ну да, неплохо. Для начала пойдет. Дальше мы, например, можем пойти мифик нули, потому что с них всегда стабильная добыча. Это 372-й лут. Также мы можем получить матрицу 4-го ранга, которая позволит нам крафтовую вещицу сделать в 382-ю с помощью системы заказов. И в целом, каким-то таким уже более-менее методом мы можем неплохо загириться. Также, помимо этого, мы можем использовать крововые жетоны. То есть, если вы играете в вармоде во включенном режиме PvP, то периодически вы будете видеть летящий такой ветролет. Близзы любят менять названия разных предметов вове, он называется именно ветролет, не вертолет. Он сбрасывает сундучок, такой ящик. И лутнув в тот ящик, вы получаете крововые жетоны. За крововые жетоны можно купить 366-е вещицы. Видосик об этом отдельный, имеется на YouTube-канале. Рекомендую его глянуть. Для старта это довольно-таки неплохо. То есть, таким плюс-минус методом мы уже оденем себе примерно там 370-й, 375-й итем-левел. Хорошо. Мы можем также формить различных рарников, супер-рарников. Вашка есть отдельная, которая показывает всех этих супер-рарников. Видосик был отдельный касательно всех моих вашек. Тоже будет ссылочка, само собой, в описании. Попинать их, в принципе, довольно-таки неплохо. Чем я еще до старта сезона занимался? Как при старте сезона у меня был уже 385-й гир. Я фармил рарников. Я фармил репу с гневионом. Оттуда мы лутаем ожерелье 389-е. И оттуда мы лутаем плащик 398-й, что довольно-таки неплохо. Также имеется кобальтовая ассамблея, которая принесет нам 389-е кольцо. Да, раньше фарм в кобальтовой ассамблее занимал минуток где-то 20-30-40. Если хуман, то еще быстрее, да. На текущий момент, конечно, колечко лутать дольше. То есть часик-два, возможно, вы, конечно, на это потратите. Но оно того стоит. Потому что лишь только 400-е какое-нибудь кольцо, 405-е, обгоняет 389-е кольцо с кобальтовой ассамблеей. Поэтому пролутать его будет довольно-таки неплохо. То есть я, имея 399-й гир, я, пройдя много ключей, еще не заменил это кольцо. Ну, потому что, во-первых, кольца не падают. А, во-вторых, потому что, ну, оно сильное. Окей? Окей, я думаю, мысль понятна. Также не стоит забывать про сундук элементалей и сундук хроме. Координаты, картиночки я закину в описание к видео. И вы сможете глянуть, где они находятся. Оттуда раз в неделю можно лутануть вещицу хорошего этом левела. Ну, известность, я думаю, вам уже качать не стоит, потому что это долго. И имеются иные пути развития персонажа. Тратить время на прокачку известности ради покупки каких-то там вещиц. Ну, разве что кентавры. То есть можно пофармить какую-нибудь охоту, как вариант. Мы открываем заранее собранные группы. Мы открываем вкладку «Другое». Пишем что-то по типу «Охоты». И различные заранее собранные группы на охоту имеются. То есть таким образом мы там получим 25 уровень кентавров. Мы купим себе нагрудник 389. И получим первичный настой, который в будущем нам пригодится. Думаю, касательно первого этапа, более не стоит рассказывать. Первый этап реально подготовительный. И это именно те занятия, которыми я занимался до старта сезона. Идем дальше. И второй этап одевания уже становится чуточку интереснее. Мы заимели примерно 380 гир. И что вообще у нас имеется в плане ПВЕ различных активностей? У нас имеются ключи, которые открылись довольно-таки недавно. И у нас имеются рейды. Что нам стоит сделать? Нам нужно фармить ключи. Какие ключи стоит фармить? Стоит фармить те ключи, которые довольно-таки неплохи для вас в плане своего лута. Узнать, какие ключи для вас лучше, можно с помощью вкладки «Трептимайзер» на сайте RaidBots. Полный плейлист «То, как пользоваться рейдботсом» имеется на YouTube-канале. Рекомендую к просмотру. Ну а для фарма я же рекомендую вам просто-напросто седьмые ключики. Седьмые ключики довольно-таки несложные. Оттуда падает 385 гир. И какие-то свои проблемные вещицы можно в целом заменить. Возможно, у вас осталась какая-то синька. Возможно, у вас остался какой-то предмет с мифик нуля. Заменить его на 385 предмет — нормальная такая идея. Дальше мы там идем в девятые ключики, в одиннадцатые ключики. И, например, уже с одиннадцатых ключиков мы вылутываем довольно-таки интересный предмет под названием «Изначальное средоточие». «Изначальное средоточие» объединяется, и мы вылутываем первичный настой. Чем выше навык крафтера, которому вы отдаете свои реагенты, тем выше этом левелом вещица может прогнуть. То есть у меня, например, это гарантированный крафт 402 пояса, шанс имеется 27% на крафт 405 итом левела. Круто? Да, реально круто. Заиметь 405 полезную вещицу, реализовать сады искры с пользой — это хорошая довольно-таки идея. Ну, если вы, конечно, там уже прошли шестнашки каким-то образом, например, вы получите концентрированный изначальный настой, и можно скрафтить вещицу еще лучше. Также можно вещицу скрафтить сначала низкого итом левела, а потом через заказы перегнать ее в более высокий итом левел. Клип по переделке вещицы, а конкретно аркана стихий, я закину в описание к этому видосику. Гляньте, как шла переделка, каким образом, какие реагенты нужны были, и я думаю, вы поймете, как работает система рекрафта в Вове. Ключи рейды, ключи рейды. Таким образом мы потихоньку гиримся, потихоньку одеваемся, меняем различные наши проблемные вещицы, повышаем суммарный итом левел, и в целом у нас все становится хорошо. Ключи, конечно, это замечательно, но реально не стоит забывать о рейдах, ведь с рейды мы дропаем сетовые кусочки, которые апают наш ДПС. Хоть и немного, но все же комплектные вещицы дают нам повышение урона. Не стоит это игнорировать. Также стоит понимать, что с рейда вы можете вообще ни одной вещицы, например, не получить. Как с героика там, так и с нормала. Ну, на помощь вам придут мифик плюсы. Да, если вы даже в статике, и вам, например, за всю неделю не ушла ни одна вещица, то не стоит расстраиваться. Рано или поздно вы начнете вылутывать шмот. И если вы плюс-минус рейдите в хорошей гильдии, то вы получите и героя своего времени, и кромку, и все у вас будет замечательно. Не стоит дезморалиться касательно игры. Последний этап одевания. Высокогирный. Думаю, люди, сидящие в таком этом левеле, прекрасно знают игру, прекрасно знают вообще, что хотят от этой игры. И я не буду тут как-то менять слова, максимум сленга, максимум моих мыслей без каких-то переводов, без каких-то других слов. Гритваулт — неделя КД. Мифик рейд — неделя КД. Героик рейд — неделя КД. Нам нужно просто-напросто время, нам нужно реальное время. То есть мы ускорить как-то свой гиринг не сможем относительно. Если нам с мифик рейда ничего не выпало — в пролёте. Герои крейд ничего не получили — в пролёте. Викли лут — дерьмо — в пролёте. Что остаётся? Остаётся фарм двадцаток. Фармим двадцатки, лутаем какого там этом левела вещицы? Четырёхсот пятого. Займев до кучи рейтинга, а конкретно две четыреста, мапаем гир за доблесть. Рекомендую тратить доблесть именно при дропе вещицы четырёхсот пятого этом левела, потому что тратить доблесть впустую, гнать какую-то вещицу с трёхсот девяностого до четырёхсот пятнадцатого — это дорого, это не нужно. Кап доблести у нас имеется. Доблесть анкап будет нескоро, поэтому доблесть нужно экономить, и доблесть нужно тратить именно на те вещицы, которые изначально имеют высокий гир. То есть гнать реально шмотку нужно только начиная с четырёхсот пятого этом левела. Окей, дальше. Крафты. Крафты четырёхсот восемнадцатый на текущий момент максимальные. Проблема в искрах. Искры даются каждые две недели. То есть ближайшая искорка у нас будет двадцать восьмого числа. Что-то можно себе скрафтить. Крафтить вещицу в сет-бонус — такая себе идея. Но можно, например, узнать, какая у нас пятая вещица будет нон-сет, и в принципе пойдёт. То есть, к примеру, у ДК с сетовыми вещицами являются ноги, перчатки, шапка и плечи. Скрафтить нагрудник при моей ситуации — неплохая идея. Помним, что для двуручки нужно две искры. Это дорого. Рекомендую просто-напросто двуручку дропнуть с высокого ключа, прапать её потом за доблесть, или вообще двуручку дропнуть с рейда. Так намного лучше, мы сэкономим и доблесть, и искры, и можем влить их во что-то другое. По факту, такое правильное одевание, высокогирное, оно требует полного понимания игры. Нужно знать свой бис-лист, нужно знать, что вы хотите этой игры. Если вы играете под пиво час в неделю, то, я думаю, вообще даже не нужно париться, и просто-напросто можно получать удовольствие от игры, кроя любые ключики, занимаясь любой активностью, не лутая шмот ниоткуда, отдавая его другим людям, и в целом вообще просто-напросто получая удовольствие от игры. Но если же вы нацелены нормально гириться, то я думаю, вы прислушаетесь к этим советам, прислушаетесь к советам одетого игрока, который проводит много времени в игре, и я думаю, всё у вас будет замечательно. Что ж, если у вас остались какие-то вопросы, если у вас есть какие-то свои небольшие методы, если вам есть что добавить, то дайте знать об этом в комментариях, обсудим, я буду рад обсудить с вами различные вещицы, если они у вас имеются, если у вас имеются различные идеи. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!